Приобретая авиабилет, никто не откажется от льготных условий, потому что самолет хотя и скоростной, но дорогой тип транспорта. В этой статье узнаем, есть ли льготы и скидки многодетной семье на авиабилеты в 2020 году. Законодательная база. Нормативные акты, регламентирующие правила перелета и льготные условия многодетным семьям, Воздушный кодекс России, Приказ Министерства транспорта РФ номер 24 от 15 февраля 2016 года, Приказ Минтранса номер 82 от 28 июня 2007 года, Указ президента РФ номер 431 от 5 мая 1992 года. Требования, кому положены. Льготные условия, многодетность семьи, которая подтверждается соответствующим удостоверением. Кандидатам предъявляются следующие требования. Семья воспитывает трое и более детей до 16 лет, среди которых несовершеннолетние от 16 до 18 лет, обучающиеся на очных отделениях средних специальных учреждений. В школах некоторые регионы увеличили до 23 лет возрастной предел. Обратите внимание. Причем сами дети могут быть как неродными, то есть приемными, так и родными. Кандидаты на получение удостоверения, подтверждающего многодетность семьи, должны учесть, что, в ситуации, если ребенок обучается на очном отделении, требуется подтверждать учебу с правкой каждый семестр до достижения им 23 лет. Многодетность считается также и неполная семья. Величина соц. Помощи зависят от того, какое количество родителей воспитывает детей. Государственная власть поддерживает не только субъектов РФ, но и лиц СВНЖ. Поддержка оказывается при отсутствии долговых обязательств. Читайте также статью «Компенсация авиабилетов в Крым в 2020 году». Необходимая документация. Уточнить, какой пакет документов требуется для оформления соответствующего документа, можно при посещении соц. Службы по месту пребывания. Комплект документов включает заявление, которое оформляется согласно требованиям соцзащиты, паспорта РФ родителей, один документ либо два, в зависимости от того, имеется статус полной семьи или неполной, свидетельство о браке и рождении ваших детей, фотокарточке родителей, если есть, то домовая книга, а также справка, удостоверяющая, что граждане такую социальную помощь не получают. От граждан могут потребовать как оригинальную документацию, так и ксерокопии документов заверяются нотариально. Чтобы вам дали компенсацию за перелет на самолете в профилакторий либо санаторий, вам потребуется паспорт РФ. Удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Чеки, а также квитанции, подтверждающие затраты, относящиеся. К поездке билеты, справку из санатория о том, что несовершеннолетний действительно находился в нем определенное время. Как можно оформить? Для оформления соответствующего удостоверения, подтверждающего многодетность, нужно пойти в отделение службы соц. Защиты по месту нахождения. Для этого подается заявка с прилагаемыми документами. Если обратившийся собрал всю оформленную документацию и правильно ее оформил, то о результате рассмотрения заявки он может узнать не позднее, чем через месяц после приема ходатайства в соцзащите. Период рассмотрения в основном зависит от места проживания граждан. В столице, к примеру, если с документами все хорошо и вопросов к заявителю нет, удостоверение могут сделать за день. После того, как вам выдали удостоверение, необходимо подать заявку на предоставление льгот и скидок на перелет. Заявление о предоставлении социальных льгот, чтобы приобрести компенсацию за тратный проезд в санаторий, а также оздоровительный центр, надо документальное подтверждение, что несовершеннолетний в действительности пребывал в соответствующем. Учреждение в данный период. Если выполнены все требования, мать или отец детей вправе получить не только половину суммы компенсации за проезд, но и также частичный возврат затрат на турпутевку в размере от 50 до 90% ее цены, в зависимости от общего семейного и регионального бюджета в месте, где вы проживаете, чтобы предоставили соц. Помощи, сохраняйте ваши билеты, их нельзя выкидывать. Их нужно приложить к подготовленному пакету документов, чтобы получить компенсационную выплату. Как можно воспользоваться? Для того, чтобы купить билеты на авиаперелет со скидкой, необходимо обратиться в авиафирму и разузнать, имеются ли льготы для соответствующих пассажиров. Осуществить это вы можете любым из представленных вариантов. В онлайн-режиме через официальный веб-портал можно обратиться в справочную или кассу авиалиний. Многие люди сейчас приобретают авиабилеты через интернет. Такой способ приобретения билетов очень прост, экономит ваше время и удобен. На официальном сайте имеются сведения о льготах в разделе такого вида, как спец. Предложения, а также скидки и т. Д. Кроме того, веб-сайты авиалиний предлагают воспользоваться льготой при покупке, отметив категорию пассажира. Ответы на часто задаваемые вопросы. Вопрос номер один. Какие существуют льготы обучающимся в школе на авиабилеты? Нужно указать, что не все авиакомпании готовы продать билеты по льготе для учащихся, включая из многодетных семей. Частная организация вправе не создавать льготные условия и нередко просто отказывают в снижении цены за перелет. Выгодно иметь дело с теми компаниями, с которыми власти подписали соглашение. Когда вам представят справку на скидку в образовательном учреждении, вы можете разузнать перечень авиафирм. Если учащийся приобретает билет на самолет, он показывает справку из образовательного заведения, что учится очно, а также паспорт либо свидетельство о рождении. При этом перед тем, как сесть в самолет, у него опять проверяют все эти документы. Следовательно, ученики их обязаны иметь с собой. Стоит понимать, что билеты со сниженной ценой на самолет предоставляют только на период учебного года, то есть с 1 сентября и до окончания весны, то есть до самого мая. Летом льгот нет. Сотрудники авиакомпании могут всегда сообщить о предоставлении скидок на перелет. Вопрос номер два. Может ли ребенок получить компенсационную выплату при перелете к санаторию для отдыха, если в семье более вторых детей? По законодательству, компенсация возможна в размере 50% при передвижении на любом транспорте к месту профилактория. Или санаторно-курортного отдыха для семьи со статусом как многодетная, а также предоставление несовершеннолетним бесплатно путевок в профилактории, санатории, подростковый оздоровительный центр и детский лагерь. Детки, не достигшие 18 лет, из семей, в которых более вторых детей, если есть медицинские показания, вправе получить путевки на санаторий, профилакторий и прочие оздоровительные учреждения в первую очередь. Чтобы получить данную льготу, помимо паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, справки, подтверждающие многодетность, требуется взять медсправку в отделе местной поликлиники, это форма 070-04, и затем обратиться. В местную службу соцзащиты отвечает эксперт сайта «Правовед». РУ-юрист Наталья Полянская из Санкт-Петербурга. Читайте также статью «Льготные проездные билеты для многодетных семей в 2020». Типичные ошибки – отказ в приобретении удостоверения, подтверждающего многодетность семьи, а также предоставлении соцподдержки, которая связана с возвращением части денег на проезд в любых видах транспорта, возможно на основе неполного комплекта, поданных на рассмотрение документов либо неграмотного заполнения отправленной документации. В этой ситуации гражданин может исправить все ошибки и направить запрос повторно, или же подать жалобу на решение соцзащиты в вышестоящих органах. Пример. Наша семья из пяти человек, я, муж и трое детей, собираемся посетить Турцию этим летом. Возможно ли компенсация за билеты? Проживаем в Москве. Любая многодетная семья из города Москвы и Московской области вправе раз в год возвратить часть денег за турпутевку, то есть предоставляется компенсация. Можно отдохнуть в санатории, либо же просто в любой гостинице. Вам возвратят от 50 до 90% от цены путевки, зависит от всего дохода семьи. Вы имеете право посетить даже другое государство. Для того, чтобы иметь право на компенсационную выплату, кроме паспорта, свидетельства о рождении, а также документа о многодетности, родители готовят справку о семейных доходах, документ, удостоверяющий оплату путевки либо турпоездки, квитанцию либо кассовый чек, соглашение на выдачу путевки, документ, который удостоверяет нахождение несовершеннолетнего в месте отдыха. Таким образом, для получения льготных условий для перелета к месту отдыха нужно предоставить пакет документов. Требуется иметь все чеки, а также соглашение, на основе которого вы пребывали в соответствующем месте. В проспекте соблюсти данные требования получается не всегда. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!